Здравствуйте, уважаемые студенты. Представляю вашему вниманию учебную дисциплину Международные стандарты финансовой отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности, сокращенно МСФО, представляют собой систему концептуальных документов, которые регламентируют правила составления финансовой отчетности, адресованной внешним пользователям. МСФО устанавливают требования к признанию и оценке активов, обязательств, капитала, доходов и расходов организации, а также к раскрытию финансово-хозяйственных операций при составлении финансовой отчетности. На современном этапе развития национального бухгалтерского учета и отчетности осуществляется активное сближение основных методологических принципов и практики с требованиями МСФО, что нацелено на достижение сопоставимости бухгалтерской документации во всемирном масштабе. В соответствии с постановлением Совета министров и Национального банка Республики Беларусь номер 657-20 от 19 августа 2016 года о введении на территории Республики Беларусь международных стандартов финансовой отчетности и их разъяснений, принимаемых фондом МСФО, международные стандарты финансовой отчетности введены в действие в Республике в качестве технических нормативных правовых актов. Это означает, что они не заменяют и не отменяют действующие сейчас национальные стандарты бухгалтерского учета и отчетности, инструкции и другое законодательство в области бухгалтерского учета. Международные стандарты финансовой отчетности обязаны применять общественно значимые организации при составлении консолидированной финансовой отчетности. В связи с этим актуальным является изучение положений и требований международных стандартов финансовой отчетности. Целью рассматриваемой учебной дисциплины является формирование знаний о системе и содержании международных стандартов финансовой отчетности, их месте и роли в информационном сопровождении, принятии управленческих и инновационных решений. Освоение учебного материала осуществляется по пяти юнитам. Первый юнит посвящен вопросам международной стандартизации бухгалтерского учета и отчетности, концептуальным основам финансовой отчетности, содержанию финансовой отчетности в соответствии с МСФО и регламентации их подготовки. Изучаются состав МСФО и сферы их действия, элементы финансовой отчетности и виды их оценки, качественные характеристики информации, отражаемые финансовой отчетности, требования МСФО и АИС-1 представление финансовой отчетности, МСФО и АИС-7 отчет о движении денежных средств, МСФО и АИС-34 промежуточная финансовая отчетность, МСФО и АИС-8 учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. Второй юнит посвящен вопросам признания, оценки и представления финансовой отчетности долгосрочных активов, таких как основные средства, нематериальные активы, инвестиционная недвижимость, а также долгосрочные активы, предназначенные для продажи. Изучаются также вопросы, представления финансовой отчетности арендодателя и арендатора, информации об аренде. В третьем юните рассматриваются вопросы признания оценки и представления финансовой отчетности запасов, оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов. Отводится особое внимание признанию оценки и представлению финансовой отчетности выручки. Изучается пошаговая модель признания выручки в соответствии с МСФО АИФРС-15 выручка по договорам с покупателями. В четвертом юните рассматриваются вопросы признания оценки и представления финансовой отчетности финансовых инструментов. Изучаются положения и требования МСФО АИС-32 финансовые инструменты представления и МСФО АИФРС-9 финансовые инструменты. В четвертом юните также рассматривается представление и раскрытие информации о расходах организации и налоги на прибыль. В пятом юните изучаются вопросы составления финансовой отчетности в условиях изменения цен и валютных курсов, а также раскрытие дополнительной информации финансовой отчетности. Особое внимание уделено теоретическим основам консолидированной финансовой отчетности. Отмечу, что в этом юните изучаются основные положения процесса консолидации финансовой отчетности, а также рассматривается содержание и требования двух основных стандартов, посвященных консолидаций, МСФО АИФРС-3 объединения бизнесов и МСФО АИФРС-10 консолидированная финансовая отчетность. Более подробно и глубоко вопросы составления консолидированной финансовой отчетности изучаются на второй ступени получения высшего образования в магистратуре. В ходе изучения рассматриваемой учебной дисциплины вы приобретете навыки подготовки учетной политики в соответствии с положениями МСФО, формирование отчетных показателей и составление обязательных отчетных форм согласно международным стандартам финансовой отчетности. Формой контроля приобретенных знаний по данной учебной дисциплине является экзамен. Желаю вам успешного освоения положений международных стандартов финансовой отчетности.